Джоэль Харрис. Братец-лис и братец-кролик. Из книги «Сказки дядюшки Римуса». Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни в доме, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса. Заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком. Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо. И вот, что услышала мама. Гонялся, гонялся братец-лис за братцем-кроликом. И так, и эдак ловчился, чтобы его поймать. А кролик и так, и эдак ловчился, чтобы лис его не поймал. Ну его совсем, сказал лис. И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге, гладкий, толстый и жирный кролик. «Эй, там! Погоди, братец-кролик!» Сказал лис. «Некогда мне, братец-лис! Мне с тобой поболтать охота, братец-кролик!» «Ладно, братец-лис, только ты оттуда кричи, где стоишь! Не подходи ко мне близко!» «Блох у меня сегодня, блох!» Так, сказал кролик. «Я видел вчера братца-медведя, сказал лис. Он такую мне трепку задал за то, что мы с тобой все не ладим. Вы, — говорит, соседи, должны жить дружно. Я обещал ему, что потолкую с тобой». Тут кролик поскреб лапкой за ухом, вроде как от радости. Встал и говорит. «Отлично, братец-лис, приходи ко мне завтра. Пообедаем вместе. Ничего такого нет у нас дома, да женушка с ребятками пошарят. Уж найдут, чем тебя угостить!» «Я с удовольствием», — сказал лис. «Ну, я буду ждать», — сказал кролик. Домой пришел братец-кролик грустный-грустный. «Что с тобой, муженек?» — спрашивает матушка-крольчиха. «Завтра в гости обещался прийти братец-лис, — говорит кролик. «Нужно нам держать ухо востро, чтобы он не застал нас врасплох». На другой день братец-кролик и матушка-крольчиха встали ранехонько до света и пошли в огород. Набрали капусты, моркови и спаржи. Состряпали знатный обед. Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, бежит и кричит. «Ой, мама! Ма! Братец-лис идет!» «Тогда кролик живо детишек за уши и усадил их. А сам с матушкой-крольчихой у дверей ждут братца-лиса. Ждут они, ждут. Не идет лис. Вот немного погодя, выглянул братец-кролик за дверь потихонечку. Смотрит, из-за угла торчит самый кончик хвоста лиса. Тогда закрыл кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел. Если миску уронить, разобьется миска. И если близко лисий хвост, значит, близко лиска. Вот пообедали братец-кролик и матушка-крольчиха и все ребятки, и никто им не мешал. А потом приходит братец-еж и говорит. Братец-лис просит прощения. Он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы братец-кролик завтра пришел к нему на обед. Солнышко поднялось совсем высоко. Тогда кролик вскочил и побежал к дому лиса. Прибегает, слышит, стонет кто-то. В дверь заглянул и видит, сидит лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый. Глянул кролик по сторонам. Нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик. Никак. На обед у тебя курочка, братец-лис, говорит кролик. Да, братец-кролик, а какая молоденькая, да свеженькая, говорит лис. Тут кролик разгладил усы и сказал. Ты никак сготовил без укропа, братец-лис? Что-то мне в горло не лезет курятина без укропа. Выскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты. Присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось, потому что лис сразу скинул байковое одеяло и за ним вдогонку. А кролик кричит ему. Эй, братец-лис, вот я тут положил на пенек укроп, бери скорее, пока не увял. Так он крикнул и поскакал дальше. И лис его не поймал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова